Приветствую всех, кто взглянул ко мне на канал, как и обещала, снимая нашу вторую большую предновогоднюю продуктовую закупку. Сегодня мы посетили Метро, затем Ашан, также Чижик и еще были на рынке. Но основную сумму все-таки опять оставили в Метро. На данный момент времени мы приобрели уже практически все, за исключением из крупного я пока не взяла только утку. Но уже решила, где буду брать и когда. Это будет завтра, это будет в павильоне, который не так далеко находится от нашего дома. Он называется Мясная линия. Посмотрела утки, они мне понравились. Цена 500 рублей килограмм. Когда мы были на рынке, примерно такие же утки стоили 650 рублей килограмм. Поэтому я решила, что завтра пойду в Мясную линию за ней. Ну и еще они приобрели огурчики свежие и редиску. Это на окрошку. У нас такая новая традиция появляется, что первого числа мы обязательно должны есть окрошку. Ну и само собой хлеб и лаваш. Лаваш, из которого я буду делать рулеты. Муж сказал, что лучше всего взять их как раз с 31-го, чтобы были максимально свежие. Я сказала, окей, как скажешь. Все. А так в остальном к подготовке праздничного стола мы полностью готовы. Начинаю я с напитков, как всегда, справа налево от меня. И все они приобретались в Метро Кэшн Кэри. И цену я буду говорить со всеми скидками, акциями, купонами, списанными баллами. Поэтому они могут несколько отличаться от ценников в итоге. Итак, напитки энергетические. Муж приобрел для себя Ягуар Wild Energy, тропический вкус. Он обошелся примерно в 70 рублей. Я же взяла себе Дорн, яблоко Киви. Он обошелся в 80 рублей. Ну, может быть, там плюс 2-3 рубля. Пожалуйста, не пишите мне нотации по поводу того, что энергетические напитки вредны. Находились такие люди, писали под прошлым видео. Я подчеркиваю, это для меня такая разовая акция, скорее в виде исключения. Потому что в преддверии новогодних праздников мне необходимо выполнить большое количество работы. В том числе и стол, и уборка, и порой обычной жизненной энергии мне не хватает. Приходится прибегать к искусственной. Двигаемся дальше. Дальше напитки безалкогольные. Практически все, что я вам показывала в прошлый раз, за исключением то, что было в упаковке, я имею в виду колу и минеральную водичку Мтаби, все остальное мы выпили. Я подчеркиваю, безалкогольные. Потому что то, что касалось алкоголя, почему-то у многих вызвало тоже какое-то нервное возбуждение, что тоже отмечалось под видео в комментариях. Так вот, я прикупила еще раз росинки по полтора литра с содержанием сока, две бутылки с вишней и две бутылки с соком тропических фруктов. Кстати, с соком тропических фруктов мы, по-моему, ни разу не пробовали. Каждая из этих бутылочек обошлась нам примерно в 45 рублей. Затем муж взял Аштау, минеральную водичку. Я ее пила, но мне она как-то не очень понравилась. Это, видимо, он из уцененных товаров за 50 рублей. И Псыш за 30 рублей. Так, Боржоми я еще одну бутылочку взяла. 750 миллилитров обошлась она нам в 99 рублей. По две бутылки Архиз, негазированная и газированная. Каждая из них вышла по 37 рублей. Взяли мы в этот раз соки. Соки добрый. Так, сколько здесь объем? Два литра, наверное. Да, два литра. Значит, один с апельсином, один с ананасом и один с яблоком. Каждая упаковка вышла в 150 рублей. Ну и из напитков алкогольных я все-таки на всякий случай взяла Абрау Дюрсу. Еще одну бутылочку шампанского полусладкого за 399 рублей. И еще муж взял себе баночку пива, но это не на Новый год пшеничного. Оно обошлось в 100 рублей. По-моему, такой же он брал в прошлый раз. Так, из напитков это все. Следующее, что я вам покажу, это продукты, которые мне необходимо быстренько отправить в морозилку. В Чижике мы набрали, скажем так, фастфуда, потому что вот эти два дня мне некогда готовить. Я начну готовить послезавтра. Ну и чтобы что-то вкусить, Чижики мы взяли пигмени с говядиной и свининой, элитные. Если честно, даже цены не посмотрела, не скажу. Раньше они, по-моему, стоили 199 рублей. Сейчас не знаю. И еще упаковку этого же производителя, гранд-меню, вареники с картофелем и грибами. И еще муж приобрел для себя вот такие чебурешки. Их даже обжаривать не надо, просто в микроволновку отправляешь и готовят. Он как-то брал себе, ему понравилось. Так, а в Метро Кэшн Кэрри я приобрела окуня морского, потрошенного, без головы. Вот такую упаковку. Здесь килограмм и здесь, получается, три рыбки. Эта упаковка вышла нам в 400 рублей. И я буду это окунь готовить на Рождество запекать. Мясо на рынке в Воронежском, что на Московском проспекте. Ну, собственно, только мясо мы там и взяли. Вот такой большой кусочек телятины. Здесь примерно 5 килограмм, чуть меньше. Цена за килограмм была 800 рублей и обошелся он нам в 3400, то ли 500. Вот примерно так, что-то сейчас уже не вспомню. Очень неплохой. И я походила, посмотрела цены в павильонах, в магазинах. Примерно у всех все то же самое. 770, 800, 850. Ну, как-то рядышком. На что взяла? Что точно помню, это салат «Мужской каприз». Я думаю, многим знаком. Это вареная говядина, это маринованный лучок в уксусе, это сыр и, по-моему, еще яички туда идут. Вот. И еще кусочек я буду запекать, ну, может быть, на Рождество, может быть, на Старый Новый Год, в красном вине и помидорах, в собственном соку. Что касается колбаски, в этот раз мы взяли только одну, и это даже не на новогодний стол, это компомос. По-моему, я вам в прошлый раз ее показывала. Докторская экстра вареная, полтора килограмма. Это вот сейчас покушать, потому что, ну, скорее всего, дети ей не дадут дожить до Нового Года, ее просто раздербанят. Но к Новому Году я пойду покупать два батончика вареной колбасы, потому что там и на оливье, и на окрошку, и плюс еще немного какой-нибудь колбаски, мяса копченого, чтобы нарезку сделать праздничную. Я обычно это делаю в сети вкусноцен. Есть у нас много павильонов, их по городу. Мы ходим обычно в один и тот же, потому что уже нас там знают, всегда подскажут, что повкуснее, поинтереснее и посвежее. Вот, ну, поэтому взяли в этот раз только один батончик. Да, вышел он примерно в 300 рублей, полтора килограмма. А вот сыр в нарезку на праздничный стол я уже взяла. Это, во-первых, ларец, как раз нарезка с чили и паприкой. Здесь 125 грамм, брали в метро, и обошлась нам эта упаковочка где-то так же 125 рублей. А в Ашане я взяла вот такой сыр, красный. Это песто с чесноком, насколько я понимаю. Очень насыщенный цвет, такое ощущение, что соком свеклы красили. И, кстати, производит Беларусь. Да, 224 рубля за 200 грамм. Я хотела еще зеленый для красоты, но зеленый были прям большие такие куски, по 320 рублей. Мне просто столько не надо, поэтому решила не брать. Еще, пожалуй, возьму сыр с грецким орешком, но это я буду брать, опять же, в сети Вкусноцен. Дальше две упаковочки моцареллы. Я взяла большой шарик по 125 грамм, производство Уна Гранде. Каждая упаковка вышла где-то в 105 или в 110 рублей. Это на пиццу, гавайскую пиццу. Значит, вот один, а вот второй. Молоко. Молоко мы взяли лебедянь, отборное. Стоило оно по акции 65 рублей. Две бутылочки. Кефир на окрошку. Тоже лебедянь. Три, два. Две упаковки по 80 рублей. И также на окрошку я взяла сметану. Сметана три упаковки. По акции шла сметана Эко Милк, 20% сливочная. Сколько здесь вес? 315 грамм. Три упаковки вышли где-то по 65 рублей каждого. Я не люблю окрошку на квасе. Да и, собственно, муж тоже не очень любит, потому что это очень сытно получается. И обычно я делаю основу следующим образом. Это кефир. Дальше довожу объем, ну, до полной кастрюли питьевой водой. Необычный, из-под крана именно питьевой. И еще для жирности добавляю сметанку. Плюс, само собой, соль и плюс еще лимонную кислоту, чтобы так подкислить. И также она дает небольшую консервацию, по-моему. Вот. И прекрасно освежает, не дает тяжести в желудке. И утром первого числа прям замечательно в этом году пошло уходящее. И решили этот опыт повторить. Дальше йогурты. Йогурт натуральный, без каких-либо добавок. Это простоквашенный, термостатный, 4% на 160 рублей каждая баночка. Я не помню, говорила я в прошлом видео или нет, что буду готовить соус цацики или цацики. В общем, где как его пишут. Это греческий соус. Также его подают на Кипре. И состоит он из йогурта, тертого огурчика, мяты и чеснока. Ну, там могут быть некие вариации, потому что говорят, что несколько отличаются эти соусы. В Греции и на Кипре, да, они могут между собой несколько отличаться. Можно есть самостоятельно, так как закуску, а можно подавать как соус к мясу. В общем, штука такая интересная. Ну, а, соответственно, йогурт является его основой. Цена 35 рублей мне обошлась. Каждая баночка весом 160 грамм. Ну, и йогурты с добавками. Это мы брали уже в Чижике. Актибио я взяла 2 баночки с черносливом. Я планирую молоть туда лен добавлять для улучшения пищеварения. И еще решила попробовать вот такой био-йогурт. Яблоко и груша для... В общем, не буду останавливаться, искать, как это правильно произносится. По-моему, это новинка в Чижике раньше не было. Может, я просто внимания не обращала. И еще взяла Эрман для дочки. Это пудинг. Ваниль и шоколад. Гранду. Вот пудинг, помню, он стоил, по-моему, 56 рублей. А что касается тех йогуртов, я уже цену и не помню. Майонез. Салатов у меня будет несколько. Правда, не все будут с майонезом. Вот на оливье точно и на мужской каприз. Туда нужно прям приличное количество, чтобы пропитать. Чтобы они не были сухими. Мы взяли 2 пачки слободы. Одну пачку провансаль. Сколько здесь? 800 миллилитров. И вторую пачку оливковой. Тоже, по-моему, 800. Да, и каждая из этих пачек обошлась в 110 рублей. Также мы взяли 2 пачки кетчупа Хайнс. С чесноком и пряностями. И укроп и петрушка. Они вышли, по-моему, где-то по 70 рублей. Или по 80. Тут я могу напомнить. Точно помню, что шли по акции. Просто гвоздь, наверное, моего сегодняшнего видео. Это яйца. Столько сейчас на злобу дня вокруг них разговоров, мемов, роликов и так далее. И вот кто бы сказал, не поверила. Радовалась сегодня просто как ребенок, когда приобрела десяток отборной категории всего за 105 рублей. Дело было в Ашане. Мы даже стояли с женщиной, так переглянулись. И она говорит, точно такая цена? Я говорю, да вроде бы да. Посмотрели, сравнили, все сходится. Действительно, 105 рублей. Это эко-пицца. Липецкие яйца. Отборная категория. Покажу по хвастке. Хорошие такие. Я планировала брать три десятка. Потому что у нас большое количество пойдет на те же салаты. Особенно оливье. Потом окрошка. Тоже всегда прилично. Мы яиц добавляем где-то штук 5, а то бывает и 7. Конечно же выпечка. Поэтому я взяла... Ой, простите. Взяла сначала 3 до десятка. Потом подумала, взяла еще четвертый. 4 до десятка. По 105 рублей. Дальше. Я решила пополнить запас макарон. И взяла две пачки бантиков от Федеричи в метро. За где-то рублей 40-45 они мне вышли. Каждая пачка. Также мне нужен был лавровый лист. Это я опять же в метро брала. За 35 рублей ориент производства. В Ашане я взяла сванскую соль. Вот такую классическую. За 135 рублей. И, конечно, ванилин. Всегда, просто бываю в Ашане, если есть в продаже их ванилин, то я набираю так прилично. Ну, в этот раз, по-моему, штук 10-11 я схватила. Стоил он 2 рубля 70 копеек каждый пакетик. Орехи, сухофрукты. Значит, я взяла 300 грамм грецких орешков. Все брала на развес в павильоне напротив Ашана. 100 грамм жареного миндаля. 100 грамм фундука. И сухофрукты взяла 200 грамм чепнослива. По-моему, это на салат. В общей сложности я отдала примерно за это 450 рублей. Орехи у меня часть пойдет, по-моему, на выпечку, часть на салат. Вот на пахлаву точно помню, что орехи мне понадобятся. И также, кстати, для пахлавы я взяла фисташки. Это было уже в Чижике. И стоили они 129 рублей за 100 грамм. И еще в Ашане я взяла вот такую соленую смесь. Всегда, когда бываем. И уберем. 200 грамм стоит 113 рублей. Очень симпатично. Перехожу к фруктам и овощам. Овощи я не буду показывать в кадре. Очень большая сетка. 5 килограмм мы взяли картошки. На 110 рублей. И еще мы взяли вот такой картофель. Тот обычный, такой немытый. Потому что мытый я уже не помню. Это Бэби. Свежий мытый. Производство Вегеттория. Да, все овощи и все фрукты, если я не сказала, мы брали в Метро Кашин Кэри. Так, по цене. По-моему, так же он нам обошелся, как вот эта сетка. В 5 килограмм. А здесь у нас 2 килограмма. Да, 2 килограмма. Что я планирую? Я планирую в качестве гарнира часть сделать картофельное пюре. Обычное, да. И еще хочу вот этот Бэби. Может быть целиком. Но, скорее всего, буду разрезать. Потому что крупноватый клубни. Запечь в духовке с травами и паприкой и оливковым маслом. Вот так. У меня будут 2 вида гарнира. 2 перчика я взяла. Один, по-моему, пойдет на салат. А другой на гавайскую пиццу. Если я ничего не путаю. Цена была 299 рублей за килограмм. В общем, 2 перца эти мне обошлись в 120 рублей. Огурчики. Это как раз у меня пойдет на соус цацикки. Я решила, что пойдут подешевле. А на окрошку я возьму какие-нибудь получше, подороже. Такие с пупырышками. Обычные гладкие огурцы. 229 рублей килограмм. Нам там прошла скидка. И в конечном итоге вышли они где-то рублей в 200. В общем, 3 огурчика потянули. 180, ну где-то 140 рублей мы за них отдали. Так, лук репчатый. Обычный. 2 килограмма 200 грамм. Потянули на 60 рублей. Помидоры череп. Вот такая упаковочка, мое лето. 250 грамм. Это мне понадобится на салат с креветками. И они стоили нам 170 рублей. Зелень. Что-то меня, наверное, не вспомнили. Но взяли немного петрушки. Лук зеленый. Маловато, может, там на окрошку. И я взяла большую упаковку укропа. Она стоила 125 рублей. Ну, укроп мне понадобится и на салат оливье, и в окрошку мы добавляем. По-моему, еще куда-то пойдем. Поэтому я решила взять его побольше. Салаты. Во-первых, для салата с помидорами, черри и креветками мне понадобится салатный микс. Я выбрала метро-шеф. И здесь у нас прадичу, рукола и корни. Эта упаковка обошлась, по-моему, в 190 рублей. И еще раз, правда, заключительный вспомню про соус цацикки. Значит, прежде чем выкладывать соус в чашку, я буду обкладывать ее листьями салата. А потом уже заполнять. Так вот, на этот случай я взяла вот такое трио-микс. Это салат-латук трио-микс кудрявый в горшочке. Он обошелся на 100 рублей. Дальше одно авокадо. Авокадо мне понадобится на закуску. Это будет закуска на чипсах. Сама основа будет состоять из авокадо. Что еще туда входит, если честно, сейчас уже не вспомню. В общем, это потом выкладывается все на чипсину. А сверху кладется креветочка. Так вот. Значит, одно авокадо обошлось нам в 130 рублей. Мандарины я набрала 1,2 кг и потянули они на 200 рублей. И также мне понравились в этот раз апельсины. Но это в прошлый раз были не очень. Эти прям такие хорошенькие, свежие, крепенькие. 119 рублей стоило килограмм. Я опять же взяла 1,2 кг. И они вышли нам на 145 рублей. Ну и как было написано сегодня в фруктовом отделе Ашана. Король новогоднего стола. Как вы думаете, что это? Это ананас. Не буду вас томить. И я каждый раз, каждый Новый год приобретаю ананас. Но в новогоднюю ночь до него никогда дело не доходит. То есть он так лежит, красуется и, собственно, на этом все. И уходит он у нас примерно к Рождеству. Он так еще возревает немножко, становится вкуснее, желтеет. В общем, ананас мы взяли опять же в метро. И обошелся он нам в 300 рублей. Фрукты, овощи это все. Что касается хлеба. Хлеб мы здесь взяли в чижике. Значит, две вот такие половиночки. Это лемак, по-моему, да, лемак подовый. Я не помню даже сколько он стоит. Он 29 рублей. И еще вот такой бездрожжевой щедрый кот. То же самое. И еще два батончика. Тоже, по-моему, лемак. Да. Нарезной. По 39 рублей. И еще детям взяла вот такую слойку с сыром в карусели. Так. В Ашане я взяла вафельные тарталетки. Их я буду наполнять салатом из тунца консервированного. Правда, не знаю, это будет на Новый год или на Рождество. Я там решу, потому что очень много планировала. Если я не сказала, значит, здесь у нас их по 4, 6 и 4, 24. На 120 рублей. Вот так. Они вафельные. Я надеюсь, что они будут легкие. Потому что я как-то взяла тарталетки, но их было аж трудно грызть. Ну, а теперь вредности, вкусности из соленого. Те самые чипсы, на которых я буду подавать закуску. Я взяла Lace Stacks. В чижике они стоили 169 рублей. У меня это ароматные ребрышки барбекю. Также чижики, по-моему, по 10 рублей стоили. Всегда три корочки с холодцом и хреном. Это я сыну беру. И я взяла две пачки попкорна. Crunchers Original Соленый. Он, по-моему, всегда стоил 29 рублей. Если не подорожал. Потому что я как-то уже на цены внимания не обращала. Брала на автомате. И в мэр я взяла вот такие чипсы кальмар. Я помню, в детстве они мне очень нравились. Решила вспомнить. Они стоили, насколько я помню, 70 рублей. Ну и сладенькое. За 230 рублей я взяла Рафаэлла с маракуйей. Кому это? Кому это лимитка. Да, лимитка. Но она, по-моему, еще в прошлом году вышла. Дочке я взяла за 100 рублей мини-круассаны 7 days с шоколадом. Как и в прошлый раз, ее любимые. Детям в подарок M&M с Криспи. Такая большая пачка вышла в 90 рублей. 130 грамм. Также взяла в подарок Восхитлоса. Кисломикс и фруктовый вкус. По-моему, по 70 рублей они были. 70 грамм каждая пачка. Красные дочки. Зеленую любят сына. И еще мамбу. Два в одном. Не помню, что тут за вкусы. В общем, я это все раскрою и по подаркам разложу. Что еще? Еще я взяла подарок. Вот такой уже готовый от Дедушки Мороза почта. Здесь полкилограмма, насколько я помню. Да, 500 грамм. Видела состав. Неплохой состав. Обошелся мне этот подарочек в 250 рублей. Это на всякий случай, если кто-то из друзей придет с детьми. Вот, чтобы было под рукой. Затем я решила взять вот такие пряники. Ламберт. Так, они шли по акции. По-моему, 280 рублей они нам обошлись за полкилограмма. Я еще пока не решила, подарить ли нам их или оставить самим. Попробовать. Вот такие пряники в этом году дарили преподавательскому составу в школе у дочки. И еще взяла вот такую сдобу. Это австрийский штрудель, вишня и ваниль. Эта коробочка обошлась мне в 180 рублей. Так, а сейчас я разберу стол, потому что уже здесь ничего не помещается. И покажу вам покупки непродуктовые. Так, стол я разобралась. Не сказала, продуктовые покупки это все. Дальше покупки исключительно непродуктовые. Во-первых, братья наши меньшие. Конечно же, я имею ввиду попугаев. Корм для мелких и средних попугаев триол с фруктами. 500 грамм, 98 рублей. Брали в метро. Впервые я для себя отметила, хотя, возможно, это практикуется постоянно. Но вот именно сегодня обратила на это внимание, что вот эти все отделы с новогодними товарами в гипермаркетах, как время близится к Новому году, они начинают делать очень хорошие скидки на новогоднюю всю эту атрибутику. Конечно, если вы уже украсили дом, то вам, может быть, это уже и не очень интересно. Я дом украсила, но частично, поэтому я там походила, побродила и кое-что приобрела. Несколько шариков зеленых на елочку. Вот этот я, по-моему, брала в Ашане. И он обошелся мне всего в 48 рублей. Причем это стекло. Несколько похожий, но другого зеленого оттенка. Такой на арбузик похож. Это уже я брала в метро. Он обошелся мне в 159 рублей. По-моему, так же в метро за 70 рублей я взяла вот такой клювчик. По-моему, это все, да. В Ашане по 9 и по 10 рублей. Были вот такие интересные штучки. Я даже не знаю, если честно, что это. Талисман на удачу плюс предсказания новогодние внутри. Я решила таким образом поиграть в новогоднюю ночь со своими гостями. И взяла, по-моему, 6 штук. Я не считала, что он будет 6 штук. Значит, есть вот такой дракончик. Потом вот такой. Тут, по-моему, повторяется только фон другой. И два одинаковых вот таких. За 20 рублей нашла вот такую книжечку. Книга желаний. Ну, это традиция, которая, я думаю, многим знакома. Мы, когда куранты начинают бить, загадываем желания. Пишем их сюда, на бумажку. Здесь и карандашик все есть. И вот эти бумажки маленькие, отрывные. Они, я не знаю, или они уже как бы просто в сложенном виде находятся. Сжигаем. Пепел в бокал с шампанским. И все это нужно до окончания боя курантов выпить. Поэтому я решила такую книжечку сразу подготовить. Так, новогоднее освещение. На Вайлдберрес мы заказали вот такие подвесы на окно. Здесь у нас звезды и месяцы. И они должны быть разноцветные. Вот так это выглядит. И обошлись они нам в 480 рублей. Такое, что с Вайлдберрес я вам тоже покажу. Вот мы забирали. И напротив Ашана стояла девушка. Мы решили взять у нее светодиодную нить на 100 диодов. Здесь 7 метров зеленого цвета. С зелеными фонариками. Потому что у нас елка, я не помню, говорила или нет, будет в трех цветах. Зеленый, золотой и красный. У нас есть красные огоньки, есть золотые огоньки. Ну и так как мы решили в этом году добавить еще зеленого, то я решила, что такая гирлянда будет не лишней. Она стоила 400 рублей. В прошлых своих продуктовых покупках я показывала вам светодиодные свечи. А в этот раз в Ашане я приобрела для них веночек. Сейчас я вам покажу, как это смотрится все вместе. Смотрится это вот так. Может быть еще что-то поправлю. Я очень переживала, что они не войдут в серединку, поэтому сразу примерила. И прям вот как идеально для них. Они даже не выскакивают. Настолько плотно сидят. И этот веночек обошелся мне в 150 рублей. Теперь давайте я вам покажу посуду. Посуду все приобретала в Метро Кэшн Кэрри. Во-первых, понадобилось мне заменить мое блюдо для пиццы. У меня было красивое блюдо для пиццы. Производство Luminark. Но я, к сожалению, его расколотила, когда сделала генеральную уборку. В общем, чтобы не страдать, нашла себе вот такую замену. Лос-Анджелес, Санта-Моника. Так, это у нас производство Fioretta. И по акции это блюдо стоило, по-моему, 350 рублей. 350 рублей оно мне вышло. Универсальное. Я использую такое не только под пиццу. Если что-то печешь, можно выкладывать. Опять же делать вот эту колбасно-сырную нарезку. Особенно если она большая, тоже весьма удобно. Отставку под горячее. Новогодние тематики за 79 рублей взяла себе. Посмотрите, какая симпатичная. Планировала я в ближайшее время поменять банку, в которой у меня хранится соль. И мне весьма удачно попалась вот такая баночка. Новогодние, правда, тематики дала этот Snow. Оптимальная по размеру. Ну и вот такая крышечка здесь идет, деревянная. Обошлась она мне в 199 рублей. Как-то у меня были, ну не сказать, чтобы гости, посетители. И я предлагала им чай, кофе. И кофе предложила с молоком. С молоком, со сливками. Ты поняла, что мне, когда я подаю сливки, молоко, не в чем вот так симпатично подать. Я люблю, чтобы было красивое. Поэтому решила, что мне необходимо взять молочник. Или сливочник. В общем, вот такой вот кувшинчик. Такой кувшинчик, малыш. 250 миллилитров. Метровское производство. Он обошелся мне, по-моему, рублей в 50. И еще, по-моему, за 70 рублей я взяла вот такой штоф. В прошлом видео я рассказывала вам о том, что хочу сделать настойку винно-цитрусовую такой. Ну, вот чтобы тоже красиво подавать. Взяла подобный графин. Один момент сегодня меня расстроил в Метро. Потому что в прошлый раз, я вам, правда, не показала в покупках, я приобрела 4 кружки новогодней тематики. Мои старые, которые я приобретала в Экспрайсе, совсем истерлись. И захотелось мне их заменить. Выбрала я вот такие по форме. Они идут с различными надписями. Merry Christmas. Winter is here. Есть еще, по-моему, Holy Night. В общем, взяла я 4 кружки и обошлись они нам. В тот раз я просто не стала показывать. Думала, это будет видео о покупках бытовой химии. Но, к сожалению, этого видео уже в нынешнем году не будет. Поэтому, собственно, я решила о них поговорить. Так вот, 4 кружки со всеми скидками обошлись нам 230 рублей каждый. То есть, это получается где-то рублей 900. И приходим мы сегодня в Метре. Я смотрю, стоят эти кружечки по 80. В общем, по 80 рублей. Мы так посчитали с мужем. Переплатила я, по-моему, рублей 600. В общем, стоило подождать. И я бы спокойно взяла вот этот набор. Обычно я беру 6 кружек. В общем, сегодня докупила еще 2. По 80 рублей. Давайте я сразу покажу салфетки. Они просто рядышком лежали. Какие будут у меня на столе в новогоднюю ночь. Это перо. И вот такая красивая елочка. Их я, кстати, приобретала в магазине Абсолют. И стоили они там гораздо бюджетнее, чем... Ну, если брать Ашан или Метро. В общем, 55 рублей. Максимум 60 я за них отдала. И практически все вот такие салфетки там столько стоили. Что я вам еще не показала из посуды. Это подарок. Сегодня забрали его на Wildberries. В общем, это бокал. Идет он в такой коробочке. В жизни я люблю 3 вещи. Вино, Новый год и тебя. Я, наверное, не буду его доставать. Покажу, как это упаковано. Упаковано очень хорошо. Все приехало в целости и сохранности. Там пупырка. Я не буду ее снимать, потому что все стрелы везти в другой город. На бокале лазерная гравировка. И написано Богиня этого года. Обошелся он мне, по-моему, на рублей 500. Примерно. Более точно не скажу. Также еще сегодня на Wildberries я забрала защитное стекло для своего нового телефона. Техноспарк. Рублей 100 стоило. И вот такую коробочку для хранения. Ее специальная скала. Не знаю, войдет она в кадр или нет. Она раскладывается. 28 на 28 на 28. Это квадратная. Идеально входит в мою полку. Я сюда свои гелики поставлю. Которую, в котором, в общем, не нашла места. И они у меня стоят так, в рассыпную. Коробка стоила где-то рублей 300. И еще я кое-что сегодня приобрела по хранению. В Метре я взяла вот такую корзиночку. Сразу покажу вам готовый вариант. Собственно, для чего взяла. Я думаю, это видно. Это средство для мытья посуды. Мыло, губка. В общем, то, что стоит у меня на кухне. Цена, если я не сказала, 150 рублей. И еще мне очень понравилась вот такая коробочка. Деревянная. Она стоила 320 рублей. И я ее взяла для того, чтобы сюда ставить корм для птиц. Вот эти все лакомства. Потому что это тоже у меня в таком виде, рассыпью стоит на маленьком холодильнике, чтобы организовать. Скажем так, пространство. Так, ну и остались совсем мелочи. Мы взяли туалетную бумагу Зева. Такое новогоднее оформление. За 160 рублей 8 рулончиков вышло. Еще в этом году, конечно, красиво они оформили саму упаковку. Бумага, конечно, стандартная, со снежинками. Взяла я ватные диски попробовать Метровские Ара. 120 штук. По-моему, рублей 60 они обошлись. И еще вот такая тряпочка за 110 рублей. В общем, по идее, она должна быть для стекла. То есть для стекол, для зеркал. Но почему-то у меня в чеке написано, что это тряпка для пола. В общем, будем разбираться. Повторю, 110 рублей. Размер 50 на 55. Ну что ж, мои хорошие, это все покупки, которые я хотела вам сегодня показать. И это заключительное видео на моем канале в 23 году. Теперь уже, я надеюсь, мы увидимся с вами в 24. Конечно же, мне хочется поздравить вас с наступающим Новым Годом. Желаю, чтобы грядущий год был для вас здоровым, счастливым. Чтобы принес вам мир, радость, счастье, добро. Чтобы дом ваш был полная чаша. Чтобы были здоровы ваши близкие. Вам огромное спасибо, что были со мной в 23 году. Кто со мной уже давно и предыдущие годы, конечно же. И очень надеюсь, что вы со мной останетесь и в грядущем 24. Спасибо за ваши комментарии, за ваши советы. За ваши добрые слова и пожелания. За ваши лайки и за ваши дизлайки. Тоже благодарю, потому что любая реакция для канала, она ценна. Потому что если вы заходите, ставите лайк или дизлайк, и ваша реакция остается. Ютуб, он очень хитрый. Если вы просто зайдете и тут же уйдете и поставите какую-то реакцию, то он просто потом этот голос не учитывает. Он его сбрасывает. Поэтому даже когда человек ставит дизлайк, значит он мое видео посмотрел. Значит, внимание моему каналу уделил. Так что вас я тоже благодарю. Итак, всем огромное спасибо, кто был со мной. Всем пока, до новых видео и до следующего 24.